МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Мы с вами находимся на территории поселка Комсомольский. Поселок молодой, образованный в 30-е годы. Во время коллективизации на эту территорию приехали 8 комсомольцев, которые возделывали картофель и сдавали его на Веселолопольский спиртзал. А вот приехали они сюда со своими семьями, жили в землянке. Это даже не легенда, это так действительно было на самом деле. И с этого момента мы считаем дату зарождения нашего поселка. Постепенно поселок начал развиваться. И где-то уже к концу 40-х годов на территории проживало около 200 человек. Были построены бараки, были построены зернохранилища. Был установлен рабочий день. Для рабочих этот день составлял 11 часов, а для трактористов до 20 часов. Так работало комсомольское отделение колхоза «Гигант», тогда занимавшего треть всех земель Белгородского района. Помимо зерновых, здесь начали сажать сады и выращивать овощи. А в 1968 году комсомолец объявили совхозом. С этого момента поселок стал и активно развиваться как в производственной сфере, так и в социальной сфере. Строились производственные площадки, начинает зарождаться животноводство в поселке. С 1977 года директором совхоза комсомолец становится Мишакин Иван Сергеевич, который и по сей день трудится в поселке, возглавляет совет ветеранов комсомольского сельского поселения. 25 лет Иван Сергеевич здесь руководил, но сначала надо было построить. Дорог не было, ни асфальта не было. А здесь что было? Здесь ничего не общается, расстояние. Задача была такая, такие объекты построить, которые бы не волновали о том, что дети не устроили. Сразу начали со школы, жилье и школа. И торговый центр вот этот, это тоже мы построили. В 1983 году мы сдали школу и в 1988 году до культуры. Близость к областному центру, инфраструктура и успешный богатый совхоз. Люди ехали в Комсомольске жить и работать. 600 лектора овощей было, представляете, ассортимент, всевозможные ассортименты. Все у нас было. Зеленый горошек мы выращивали, молотили его здесь вон. И пошла рентабельность регулярная, рентабельное предприятие наше. С 1983 года мы ежегодно получали 13 зарплат. Вот любого ветерана спросите, как мы жили. И тогда хор пел, и самодеятельность. Тот хор совхоза «Комсомолец» поет до сих пор. Правда, с перерывом на перестройку и трудные времена. А своего первого наставника Ивана Трунова вспоминают и сейчас. Гордятся тем, что были первым коллективом, который возглавил будущий руководитель Белгородской филармонии. Трунов Иван Григорьевич был у нас руководителем. И нам тогда было всего лишь по 20 с лишним лет. Его большая заслуга о том, что создали этот коллектив. И косяк в основном этого настоящего коллектива состоит из того же хора. Совхозный хор очень поддерживал руководитель хозяйства Иван Сергеевич Мишакин. Он и сегодня постоянный гость на репетициях и почетный зритель в зале. Это благодаря ему творческий коллектив снова вместе. Тогда у нас хор был развлечением. А вот сейчас, когда ты уже в зрелом возрасте и отдушина для души, какое бы давление не было, от таблеток горсти закидываешь, запиваешь водичкой и идешь на хор. А пришла сюда, попела, одевшу, то и сила взялась какая-то. Совхоз комсомолец тогда поддерживал не только культуру. Богатое хозяйство могло себе позволить быть спонсорами. Под крыло взяли именитую сегодня белгородскую волейбольную команду. Команда «Белогорье» наша, она же «Локомотив» немножко называлась, а когда они в высшую лигу вышли победителями. Вот Шипулин, житель нашего поселения Комсомольского, он приехал ко мне, говорит, Иван Сергеевич, профинансируйте нас, пожалуйста. Мы все будем делать, чтобы в вашем поселке волейбол был на высоком уровне, базу мы поможем и так далее, и так далее. Но сегодня, чтобы играть в высшей лиге, нам нужна финансовая поддержка. Ну, а мне денежки были. Сколько тебе денег надо, Гена? Он говорит, ну, тысяч двадцать. Ну, я ему тридцать отвалил. Тогда эти очень большие деньги. Спортивные костюмы привезли, надарили всем нам тут и так далее. И команда начала играть. Вот, только я говорю, прошу команду назвать «Аграрник». «Аграрник». И он назвал «Аграрником». Именно мы сделали ему первый шаг в высшей лиге. У истории комсомольца еще много интересных страниц. Его называли кузницей управленческих кадров. Но главным достижением Иван Сергеевич считает то, что в поселке сегодня живут замечательные люди. Дети, внуки и правнуки тех тружеников, с которыми Мишакин строил комсомольский и развивал колхоз. Я работал с людьми очень ответственными. Настолько ответственными, что мы могли ночью работать. Утрасада, да? Все открыто. Надо высаживать, и вдруг майские морозы. Майские, вот, 12-15 мая, вот, разговаривался, да. Ночью женщины маленькие костры зажигали. И чтоб дымок этот не позволял мерзнуть. Люди, живущие в поселке, очень правильные люди, понимаете? Понимают обстановку, понимают ответственность. Воспитывают так все еще подрастающее поколение свое. Я очень рад и очень горжусь тем, что я здесь пустил корни. Приглянулся поселок Комсомольский и семьи Тимохиных. Они переехали в Белгородскую область из Казахстана и освоили здесь грибное дело. Начиналось это в 10-м году. Мы выкупили посельно-засолочный цех, принадлежавший саппозу Комсомолец. Мы начали с огурцов, огурцы не пошли. И потом мы заинтересовались грибным производством. Начали с маленького помещения буквально. Потом, как бы, радовались, естественно, первым грибам. Было очень много неудач. И в то же время и урожай был. Потом, по мере того, как мы ознакомились с этим производством, мы начали увеличивать его. И вот в данный момент у нас 5 вырослых камер. Экономист по образованию Валентина Викторовна долго работала по своей профессии. Поэтому грибоводство она осваивала с нуля. Покупала и выписывала литературу, общалась с единомышленниками на форумах в интернете. Было трудно. Но тем первым комсомольцам, которые приехали сюда строить поселок, было труднее, шутит она. Сегодня Валентина Тимохина уже профессионал и знает множество грибных тонкостей. Два раза в день снимается гриб. Вот, предположим, вот этого груза, груза называется, она еще маленькая, но печь волна вырастет. В 4 часа начнется сбор второй. Дело в том, что перерастать ему нельзя. Есть специальные стандарты, по которым ориентируются и снимаются. Это называется примордио. Некрасивое название. Вот она будет через 5 дней снята. Когда мы это все снимем, у нас вот уже дырочки образовались, почистили блоки, оттуда будет вторая волна. Теперь Тимохины знают не только, как выращивать вешенку, но и как правильно ее снимать и упаковывать. И это тоже отдельная наука. Здесь у нас упаковочный цепь. Собранный гриб заносится через холодильную камеру, холодильник, остывает до определенной температуры, до 4 градусов. И потом выносится на фасовку. На фасовку девочки его режут, укладывают в подложку, на транспортерную ленту и на упаковочную машину. И вот выходит на итоги. Работают девчата быстро. Положить гриб в подложку необходимо, пока тот остается охлажденным и сохраняет свою низкую температуру. Гриб – это белок. А как мы знаем, белок у нас портится. Овощ может лежать несколько дней или месяца даже, допустим, как яблоки. Гриб с грибом – это не так. Зафасовали и заносятся опять же в другие холодильные камеры. Хранение 14 дней при температуре 2-4 градуса. Определенная технология и температура разная в каждом отделении. Влажность тоже. А воздух постоянно свежий и дышится, как в лесу. Так что комфортно здесь не только грибам. На этом предприятии работает 18 человек. Все жители Комсомольского. Пока идет эта работа, мы будем, конечно, заниматься этим. Нам это интересно. Очень интересно. Хотя бывают проблемы, которые становятся грустно и не спишь ночами. Ну, сегодня так, завтра хорошо. Черная-белая полоса, как обычно, в любой жизни присутствует. Черных полос Валентина Викторовна не боится. Она всегда чувствует поддержку своего сына Игоря и, конечно, своих комсомольцев, ставших для Тимохиных еще одной семьей. А здесь пекут хлеб, пироги, курники, рыбники и особо популярные у местных жителей Кулебяки. Почему Кулебяку стали делать? Потому что это старинные русские рецепты. Еще бабушка у нас делала, прабабушка. На праздник, значит, ложили туда курицу или самые лучшие продукты, которые были. Лепили, собирался большой стол, помогали бабушкам. Все лепили, вырезали. Кто-то птичек, кто-то еще. На сегодняшний день, конечно, это адаптировано. Конечно, уже делаем более современно. Но раньше было это проще. Собирались с большой семьей и практически делали искусство. Любовь к этому искусству Галине Алексеевне передалась от предков. Ее бабушка когда-то готовила для графской семьи. Свой первый пирожок я помню в первом классе. У нас была большая семья. Мама нас посадила и сказала, вы уже взрослые, мы все работаем. Я была из двойняшки шестая в семье. Вы, говори, должны уже научиться что-то готовить. И вот это было наше первое поставленное дрожьевое тесто. И потом мы слепили свой первый пирожок. Да, он был неказистый, он разлепился. Вытекла наша драгоценная смородина, потому что зимой раньше этого не было. Но ничего, нас все равно похвалили, сказали, какие мы молодцы, потому что мы это освоили, мы трудились, и мы вместе делали это всей семьей. Сегодня Галина Алексеевна профессионал с большой буквы. И она научила вкусно печь хлеб не только своих детей, но и не один десяток односельчан. А ты грибочки режешь у нас, да? Да, на начинку. У нас есть цель грибной, мы у них покупаем грибочки, вешенки. И вот девчата режут сейчас на начинку вешенки, потому что это сейчас пойдет все у нас в пирожочки и в салаты. Готовить салаты Галина Алексеевна стала уже после того, как довела до совершенства выпечку. Секрет вкусного овощного салата в местных комсомольских ингредиентах. Мы закупаем, мы закупаем у населения, закупаем очень много, потому что люди выращивают, это тоже очень удобно. Это тоже под спорь, поэтому и картошку, и овощи. А если есть излишки у наших селян, то мы это с удовольствием у них закупаем. Девочки работают без комсомольцев. Они все веселые. Это сегодня они с Кромсой. Так они у нас пиву, не поют и работают. Это очень хорошо. Коллектив очень часто собирается, вместе всегда отмечают. Все знают уже и друг другу семьи. Они все очень доброжелательно относятся. У нас нету, как сказать, производственных скандальчиков. У нас всегда тихо и аккуратно, потому что мы семья. Снимать передачу в такой обстановке на голодный желудок – это пытка. Вот и мы не удержались. И знаете что? Идеальный чебурек, он существует. Это тоже наши из детства. Это наши дедушки, бабушки, молодежь, ожаренные не кушают. Но другое покорение, когда они правильно сделаны, когда они вкусные, их, естественно, кушают. Делается очень тонкое-тонкое тесто, делается очень свежий фарш. Рецепты тоже мы привезли наши давнишние, им по 40-50 лет. Галина Алексеевна постоянно в поисках нового лучшего рецепта. Она ездит за ними на Кубань, в Сибирь и даже на Дальний Восток. Какой из них получат у жителей поселка Комсомольские одобрения, тот и запускают в производство. И та же самая картошка, как говорили в нашем любимом фильме, с картошки можно сделать 40 лет. Поэтому все они разные, по-разному выпекаются, разная температура, разное замешивание. У каждого народа есть он пирожок, но если мы пойдем его пробовать, он будет абсолютно другой. Одинаковых пирожков не бывает. Свою продукцию Галина Горбанева отправляет из печи прямо на прилавок. Кулинария находится за стеной у пекарни. Здесь одной только выпечки около 300 наименований и вся разойдется. Здесь точно знают, сколько ребят заглянет после школы сюда за пирожком, сколько односельчан придет ближе к обеду. Они давно стали осваивать рецепты для вегетарианцев и тех, кто сидит на правильном питании. Хочется вкусно накормить людей. Что такое поселок? Мы считаем, что такие магазинчики могут быть только в городе, что в поселке это брать не будут, что поселок это бабушки и детки, что это люди, может быть, с не очень большим достатом. Так мы привыкли. Мне очень хочется, чтобы детки пробовали вкусный сок, вкусное пирожное. То, которое в городе, может быть, стоит 150 рублей, 100 рублей, а у нас оно за 30 рублей. Вот понимаете, и тот же чизкейк, ребенок здесь ест, он будет знать, что такое чизкейк. Вот ты не получаешь больших прибылей. Ты работаешь за счет чуть-чуть оборотов. Мы продадим не два пирожочка, а 20. У нас большие семьи живут. И семья из 10 человек или из 9, она никак не может себе позволить два пирожочка. Купить им надо 10. Вот у нас они смогут купить 10 пирожков. Поэтому нет такого человека в Комсомольском, который бы не пробовал пирожков Галины Алексеевны. Она присылает их в подарок на праздники села, не ветеранов. Здесь, в поселке, вообще так принято помогать другим. Грибовод Валентина Тимохина, как когда-то Иван Сергеевич Мишакин, обеспечила новой формой местную спортивную команду. И все вместе они следят за тем, чтобы Комсомольский был чистым и внутри, и снаружи. Я вот, когда проезжаю по новым новостройкам, я всегда думала, господи, какое счастье, что мы живем в Комсомольске. У нас прекрасный пруд, у нас такие прекрасные лесопосадочки есть. Мы живем при городе, мы, получается, живем в таком маленькой Швейцарии, в оазисе, а рядышком город. Столько лет мы приезжаем в Комсомольске на пруды купаться, отдыхать, рыбачить. А живут и работают здесь более двух тысяч комсомольцев. Именно так они себя называют, и в этом нет идеологии. Они по природе своей энтузиасты, активисты и великие труженики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok